Добрый день, дорогие телезрители. Как видите, у нас же разговор начался даже до начала эфира. Мы сегодня поговорим о деньгах, о ваших деньгах и где их хранить, если они у вас есть, конечно, как сказал один персонаж. Дело в том, что сейчас Центробанк постоянно снижает, нынешний год вообще отмечен тем, что снижает учетную ставку. Учетная ставка означает, что снижаются и проценты, под которые в банках кто-то из нас, не все, конечно, кладут свои деньги. Дело дошло до того, что сейчас эксперты говорят, что людям стало невыгодно делать вклады. И об этом мы сегодня поговорим, так ли это и что в таком случае делать с сбережениями. Хочу представить наших гостей, вы их, конечно, прекрасно знаете. Это Оксана Толкаченко, кандидат экономических наук, и Галина Константин-Лапушинская, доктор экономических наук. Наши постоянные эксперты, которые нам все время рассказывают, что и как творится в нашей отечественной экономике. Не только в отечественной. А вы звоните по телефону 300-190, если у вас есть какие-то соображения, если вы действительно сейчас сидите на своем мешке с деньгами и думаете, куда его деть. Поэтому звоните, задавайте вопросы, высказывайте просто ваше мнение. Может быть, у кого-то из вас действительно лежат деньги в банке, может быть, вывели как раз и так далее. 300-190, телефон прямого эфира. Дамы, Центробанк действительно снижает ставку. Вот я сегодня поинтересовался, она составляет 4,25%. Да, совершенно верно. Верно понимаю, что это вообще беспрецедентно низко за историю, по крайней мере, постсоветскую. Давно такой не было. Причем, если посмотреть, какой уровень инфляции показывали даже на федеральном уровне в прошлом году, то это ставка ниже уровня инфляции. Хотя мы прекрасно понимаем, что само по себе на потребительскую корзину, на товары, которые в нее входят... Это не распространяется. Это не распространяется, да, потому что инфляция сейчас цены существенно подняла, и никуда от этого не деться. Ну, инфляция — это такой показатель формальный. Вот мы неоднократно, мне кажется, на передачах это обсуждали, что вот некий заявленный уровень — это не фактический уровень. Также, наверное, носит такой характер и ключевая ставка. То есть есть определенные какие-то формальные вещи, под которые подводятся эти ключевые макроэкономические показатели. И вот если говорить об инфляции, то, о чем говорила Галина Константиновна, то вот на сегодняшний день, вот приведенному сегодняшнему дню, инфляция у нас составляет 3,37%. То есть, в принципе, все-таки на сегодняшний день по формальному признаку ключевая ставка у нас, слава богу, не ниже, чем инфляция. Ну, это абсолютно точно связано с тем, что товары длительного пользования, товары, от которых в первую очередь отказываются в условиях кризисов, на эти товары, естественно, снижены цены. Потому что они не востребованы, спрос упал. Какие-то такие товары? Мерседесы? Да, да, в том числе шубы, шубы норковые, золото, бриллианты. Ну, спрос на шубу упал еще из-за того, что у нас зимы не было, и не факт, что новое будет. Ну, не важно, но в определенный период времени шубы летом покупали. Это была ситуация, когда, ну, этот товар воспринимался как доступный, тот, который... Кем он у вас и где? На рублевке как доступным воспринимался? Ну, вот, кстати, не на рублевке, а вот женщинами, для многих женщин он являлся товаром, который относил их к определенной категории. Да, определенный статус придавал. Да, есть такой эффект Веблана, эффект сноба, когда какой-то товар просто позволяет человеку чувствовать себя представителем, например, среднего класса. И он воспринимает это не как тот товар, который потребности удовлетворяет, например, валенки. Мы же понимаем, что лучше валенок в холодную зиму могут быть только валенки. Которых, опять-таки, нет у нас больше холодных зим. Ну, а вдруг? Роман, даже холодным летом валенки, поверь мне, очень хороший аксессуар. Вот, но мы же не воспринимаем валенки как определенный товар, который... Статус придает. Да, относится к супермодным и так далее. Просто он обществом не воспринимается как товар, придающий статус на настоящий момент. А шубы норковые, как это ни парадоксально, относились к такой категории. Не случайно же торжокская ярмарка так активно продавала свою продукцию. Но сейчас, естественно, от этих товаров в первую очередь отказываются. Посмотрите, после пандемии, после вот первого ее этапа, после самоизоляции, как активно запустили рекламу ювелирные салоны. Мы продаем, ну, на самом деле все запустили рекламу, потому что все пострадали. Скажите, а вот возвращаясь к инфляции, вот вы говорите, что та, которую нам объявляют, это не совсем настоящая. А по оценкам экономистов, какова реальная инфляция? Все-таки мы должны, говоря о реальной инфляции, смотреть на что? На уровень цен и на ее динамику. Людей-то это интересует с точки зрения похода в магазин. Потому что нас не интересует, на самом деле, как там рассчитывает статистика, этот показатель инфляции. Он абсолютно далек от реалий нашей жизни. Но если мы посмотрим даже на динамику цен, на ту самую преусловутую потребительскую корзину, то если мы ее почитаем на начало года, на конец года, на середину года, увидим, насколько процентов она изменилась, как правило, в большую сторону. И здесь мы можем говорить уже об инфляции. Да и сегодня, да не только сегодня, вчера и позавчера инфляция в России носит скрытый характер. То есть по факту он у нас совершенно... Ну, явную вам уровень инфляции той, которую ощущают разные категории граждан, сейчас не назовет никто. Почему? Потому что есть категории граждан, которые ориентированы, например, люди старшего возраста, которые ориентированы на определенный круг продуктов, цены на которые сейчас существенно выросли. Есть та группа лиц, которая в этом случае, когда расходы на эти продукции не являются основными в их бюджете, они по-другому воспринимают инфляцию и так далее. Но, знаете, очень показателем был сам процесс расчета стоимости салата Оливье на Новый год. Индекс Оливье, так называемый, который постоянно... За границей индекс Биг Мака, да, у нас Оливье? Да, а у нас индекс Оливье, потому что Оливье такой традиционный продукт, который под новогодний стол практически приобретают все российские семьи. И когда ежегодно рассчитывают стоимость продуктов и смотрят, насколько изменилась стоимость этого салата. Вот по-другому инфляцию определить никак, потому что вот в этом случае есть какая-то чистота сопоставления. И практическая значимость инфляции, которую ощущаем все мы как простые потребители. Нам же не интересно, правильно, какие-то товары, которые отдалены от нас. Нам интересно то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Это расходы на коммунальную оплату, на еду, на транспортные расходы. То есть все то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Ну вот буквально месяц назад мы ехали по платной дороге от Зеленограда до Имауса по М11. И этот платный участок стоил 420 рублей. Вчера мы возвращались из Москвы, и этот участок стоил уже 490 рублей. Вот она инфляция. Если посчитать, насколько выросла цена, то тут в 3,37 мы, наверное, не уложим. Да, и я думаю, что это много больше. Потому что это порядка... Ну все таки хорошо. Как вы думаете, до 10% укладывается реальная инфляция в 10% порог? Смотря на какие группы товаров. То есть очень сложно сказать о реальном. Потому что у нас разное у всех потребление. И в зависимости от потребления мы можем говорить об инфляции. Но то, что он может достигать, и скорее всего в большинстве случаев достигает двухзначных цифр, это, я думаю, что вполне естественно. Да, да. Ну вот смотрите, только изменение стоимости платного участка 490 и 420. Это уже чуть больше 20%. Ну это с одной стороны. А с другой стороны, вот я шел по рынку на выходных, и, к примеру, болгарский перец я вил, к примеру, за 70 рублей. А так он 144 и больше. А сезонность? А сезонность это продукция. Да, да, в том числе. Я вот про это и говорю, да, согласен. А ты помнишь, сколько стоил этот же перец на рынке год назад? А еще я помню, что должна выйти реклама. Буквально 3 минуты, не переключаясь, мы говорим сегодня и об инфляции, но еще, конечно, сейчас будем дальше говорить о том, как хранить свои сбережения. А пока реклама. Итак, мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Сегодня мы говорим об экономике, в частности, о сбережениях, куда их лучше вкладывать. Завершая разговор об инфляции, а вот, дам, у меня вот хочется спросить, а это только у нас такая ситуация, когда вот декларируемая инфляция там меньше 4%, а по факту она может быть там, допустим, и 9, и 10, и так далее. Ну, мы все же поговорили, что смотря как считать и что считать, но тем не менее. Вот в ФРГ такая же ситуация, к примеру. Ну, ручаться с другие страны уже не так не может. Нет, примерно такая же, потому что есть показатель, который определяет страна в целом. То есть, вот это вот объединенный, агрегированный, укрупненный уровень инфляции, от которого принимает решение правительство. Ведь у нас та инфляция, которая сейчас заявлена, она для чего считается? Не для нас, как для потребителей, чтобы мы сказали, ой, не, я-то больше плачу и с ценами больше сталкиваюсь. А она считается для того, чтобы правительство, на нее опираясь, это среднее по ценам на все товары и услуги, принимало какие-то решения. В частности, снижало ставку по ипотеке, в частности, определяло формы господдержки компаний, опираясь опять-таки на... То есть, это некая платформа. Но в любой стране мира все равно инфляция, она же тоже ситуационно может сложиться. Мы же не знаем, как ситуация на рынке развернется сегодня, завтра или в следующую минуту. Как там спрос, предложение натерянные товары, как опять-таки отреагирует мировой рынок и так далее. То есть, здесь очень много нюансов, которые, конечно же, реальную инфляцию заставляют колебаться. Если мы говорим об экономическом наполнении инфляции как показателя, то он, конечно же, неустойчивый. И его определить так на 100% невозможно. Вы знаете, инфляция сама по себе не является основанием для принятия решения людьми, потребителями. Они свое поведение выстраивают на ощущениях этой инфляции. Почему? Потому что если человеку кажется, что вот эти 3,5% озвученной инфляции не покрываются процентной ставкой, которую ему предлагает банк по его вкладу, он что делает? Он берет и этот вклад снимает. Потому что он говорит, ну что, я буду хранить деньги для того, чтобы они даже не сохранились, как мои сбережения, то есть не покрыли инфляцию. И вот то, что треть вкладов сейчас была снята, это факт. И это очень, на самом деле, тяжелый факт. Почему? Потому что в этом случае экономика недополучит определенные деньги, которые банки бы использовали как вложения, вливали в экономику. То есть это получается изъятие из экономики. То есть смысл, если мы говорим об экономике, чтобы она развивалась и была на более высоком качественном уровне, что требуется? Требуется больше денег. Почему мы, когда стали открытой страной, когда стали открыты мировому рынку, стал интерес к привлечению иностранных капиталов? То есть смысл какой? Чем больше капиталов аккумулируется внутри страны, тем больше возможности развития. А если какие-то действия приводят к тому, что этот капитал изымается, как, например, после санкции 2014 года, когда перестали кредитовать нас иностранные банки, вот эта денежная масса сокращается, и уже такие действия, как изъятие из тех же депозитов из банков денег, это тоже все урон по экономике, удар по экономике. Но вот я думаю, Галина Константиновна сказала, что реально сейчас у нас объем вложений в банках снизился, то есть депозиты сократились. Я думаю, что это не только потому, что ставки невысокие. Еще, я думаю, сказала ситуация с коронавирусом, когда, мне кажется, естественное поведение, такая психологическая реакция на какой-то кризис, на какую-то нестандартную ситуацию, когда люди просто начали изымать эти деньги и вкладывать их в что-то более такое реальное. Например, у кого что, кто-то покупает квартиры, машины. Ну так вот, получается, в экономику они вкладывают деньги? Нет, они уже в потребление больше вкладывают здесь, нежели чем в экономику. Ну так они же, опять-таки, все равно, я понимаю, что деньги в мешке и закопали в саду. Он же купил, значит, автосалону хорошо, если он вложил в машину, или застройщик хорошо, который купил квартиру. Было бы хорошо, если бы, изъяв этот преусловутый вклад, он бы пошел куда-нибудь, приобрел, например, ценные бумаги Газпрома, или вложился в какое-то строительство предприятия. Вот для экономики это было бы хорошо. А когда мы снимаем свои деньги, не знаю, кто сколько накопил, понятное дело, что среднестатистический россиянин, ну, наверное, он, если обладает на счете миллион-полтора, это очень хорошо. Мне кажется, это не среднестатистический, у кого полтора миллиона лежит, где-то там... Ну, если у тебя есть полтора миллиона, ты можешь купить, не знаю, даже какую-то квартиру, к примеру, в строящемся доме, самую примитивную, а это у тебя 200-300 тысяч. Ну, смешно говорить о каких-то глобальных вложениях, поэтому он пойдет, купит вот ту же самую шубу, не знаю, еще что-то. Кто-то купит три холодильника, считая, что это будет хорошим вложением, но это деньги в потребление, то есть потом для экономики этого эффекта положительного не будет. А если бы он, там, не знаю, свои 200 тысяч понес бы куда-нибудь там в акции, да, приобретая акции, на финансовый рынок бы их кинул бы, или, не знаю, там, в строительство заводов, пароходов, то это другой вопрос был бы. Ну, я не совсем соглашусь. А, это и хорошо, у нас плюрализм мнений, так что... Да, не совсем соглашусь, как раз вот правительство-то и пытается, проводя политику дешевых денег, стимулировать нас не откладывать покупки. То есть, вот, хотел, копил деньги на шубу, не откладывай, купи, возни кредит, в конце концов. Дешевые деньги обесцениваются, а так ты что-то реально приобрел. Если ты хотел поменять холодильник, не откладывай, приобретай сейчас, потому что твои сбережения обесцениваются, это классическая политика дешевых денег, когда специально снижается ставка рефинансирования, ставка Центрального банка и стимулирует к тому, чтобы пытались найти, куда вложить деньги. Но, у нас-то большая проблема в том, что... Денег нет, население. Нет, нет, население, деньги есть. Только деньги населения не работают. Ну, мы бы рады, чтобы денежные средства сами прирастали. Положил, вечером на тумбочку 100 рублей, утром встал, ах, хорошо, 200. Такого не бывает. Деньги работают только тогда, когда их куда-то вкладывают. А россияне традиционно одним из основных направлений вложения всегда рассматривали только банки. Почему? Финансовая грамотность достаточно низкая была. Не случайно Всемирный банк достаточно длительные годы реализовывал в Российской Федерации проект, поддерживал его по финансовой грамотности населения. Почему? Потому что россияне до сих пор, после трех обвалов банковских систем, когда им банки говорили, у вас... Денег нет, но выдержите. Да, у вас были вклады, ну, и бог с ним. Может быть, это идет еще с советского периода, когда были сберегательные кассы, и других вариантов не было, уже на каком-то коллективном бессознательном. Ну вот, Ром, ты говоришь, почему несут деньги в банк, да? Вот надо себе отдавать отчет. Вот что мы хотим от этих денег, вот от этой свободной суммы? О, как Галина сказал, чтобы проснуться с утра, а там уже... Но, дело в том, что когда мы хотим дохода, когда мы хотим прибыли от ложных средств, мы должны не забывать о второй составляющей, а именно о рисках. И понимаешь, тут какая ситуация? Риск и доходность в наших вложениях находятся прямо в профессиональной зависимости. Чем на большую доходность мы претендуем, тем большие риски приходится нам на себя брать. А русский народ, да, он не готов рисковать. Он говорит о чем? Пускай я много не заработаю, но сохраню свои кровные деньги. Поэтому классические вложения в банк, он что обеспечивает, да? Ну вот что, ну как бы говорят, вам скажет любой экономист, тем более там, может быть, даже банкир, да? Что, относя деньги в банк, вы хотя бы сохраняете их покупательную способность, хотя бы покрываете уровень инфляции. А мы говорили чуть выше, что да, конечно, действительно, если мы посмотрим на официальные показатели инфляции и процент по вкладу, мы скажем, да, естественно, мы покрываем, и еще там какой-нибудь 1,1% нам остается сверху. Но возвращаемся к тому, что реальная инфляция, она другая, она превышает банковский процент вклада, ну, может быть, и в 2, может быть, и в 3 раза. Ну, а потом был закон принят 1 апреля, который связан с... Какой день хороший, вы выбрали для принятия закона. Да, конечно, с обложением дохода по вкладам, по вкладам, и в этом случае население боится, что 21 года те вклады, которые лежали и которые сейчас с маленьким процентом, они еще и будут облагаться дополнительным доходом, дополнительным налогом. Не случайно появилась схема, очень интересная схема в Москве, открытие счетов экскроу. Они и по закону налогом не облагаются. Что за счета? Мы знаем, что это счета применительных строительства. Да, да, они так и есть. То есть, счета ипотечного строительства, это когда на этапе строительства дома вы открываете счет под строительство какой-то квартиры. Но это вовсе не значит, что вы потом, например, эту квартиру собираетесь реально купить. То есть, давайте еще раз, подождите, приход человек, открывает, человек обычный, рядовой, кладет там, ну, я не знаю, 500 тысяч, допустим, и создает эскроу счет. Якобы строительство, ну, какая-то высотка там в Бутово. Хорошо, дальше что происходит? Дом достраивает. А дальше строится дом, он реально вкладывает деньги. А потом расторгает счет. Я передумал. Да, я передумал, все, деньги забираю с процентом. У нас такой лайфхак сейчас, дорогие телезрители. Да. Называется, как сохранить миллион. Да, если в договоре не прописана невозможность расторжения, а там не может быть прописано, потому что иначе антимонопольная служба встанет и скажет. Ну, всякое важно. Ущемление, да, интересов потребителей. И в Москве сейчас такая модель увода денег от налогообложения депозитов в банки возникла. Почему, например, существенно поднялся спрос на новое строительство? Не на продажу готовых квартир. А именно на стадии начала строительства. Но, опять-таки, то, что доступно москвичу, недоступно регионам. Почему? А потому что, если вы вдруг решите вложить деньги в недвижимость, то надо прекрасно понимать, что это может и неоправданным вложением быть. Почему? Почему? Потому что, ну, вложили вы деньги в ипотечный счет, открыли счет экскроу, дождались, когда дом сдали, у вас есть вместо дешевеющих денег квартира. Но это вовсе не значит, что вы ее продадите, когда вам, например, понадобятся деньги, и вы это рассматривали только как сбережение. По той же стоимости, которую вы вложили, пока его строили. Почему? Потому что желающих купить, имеющих доход, который позволит им это сделать, может не оказаться. А в регионах настолько повысились риски потерять работу, падение дохода. Дохода, да, даже. Что население начинает откладывать денежные средства. Куда? Очень часто даже не в банк, а в банку. Дома, дома. Дома. В тумбочке собирают. Да, кроме того, нам очень плохо на поведение населения сыграл рост стоимости валюты. Почему? Потому что пошел всплеск, когда компании, которые занимаются, нефтегазовые, занимаются экспортом, должны были платить налоги в бюджет. Традиционно пошло увеличение курса доллара, курса евро. Рубль. Рубль упал. Упал, да, упал. Он упал. И население-то не бросилось сразу покупать валюту. Почему? Потому что оно ждало последствий, которые были в предыдущий период. Принцип рациональных ожиданий. Что сейчас поднялось, а потом-то упадет. Тем более банки не давали процент по вкладам валютным какой-то существенным. Вон, Сбербанк до сих пор не знает, как работать с евро. Он дает на вклады в евро всего 0,01% как на простейший сберегательный вклад. То есть просто держит евро население, но не стимулирует эти счета открывать. То есть сами счета в евро, кто имел, они у них выросли только за счет того, что наполняемость их изменилась. Уменьшился процент по вкладам в доллары. То есть население реально ждало, когда же это традиционно снизится. Наступит более благоприятная среда для приобретения валюты. Тем более всегда поддерживали и стимулировали держать средства в рублевых вкладах. А тут первоапрельский закон, потери в доходах, ожидание второй волны пандемии, проблема с выплатой зарплаты в условиях самоизоляции у многих компаний. И население это, забирая рублевые вклады, начало потихоньку покупать валюту. Начало все-таки. Это же традиционно наш способ сбережения, начиная с 90-х. Куда, что? Если ты не разбираешься в акциях, не хочешь разобраться, а если ты банку не доверяешь, просто купить доллары и их-то как раз под матрас. Ну и евро, да. Ну и евро, не важно, да. Сейчас возвращаются к этой практике люди. А вы обратите внимание, опять вот на сегодня, например, порядка рубля выросли цены на евро. Ну, вырос обменный курс. То есть падение не идет, а это попытка населения найти, куда вкладывать. Потому что реально, вот Оксана Юрьевна правильно говорила, что любой доход, который мы получаем на наше сбережение, это плата за риск. А плата за риск, это ситуация, когда надо переходить к другим финансовым инструментам. Если ты к этому готов. Если ты к этому готов. Просто у нас к этому люди не готовы. Вот, кстати, говоря о риске, если говорим мы о населении, то люди, у которых незначительное население, да, ну совсем немножко, они не будут рисковать. Люди, которые уже обладают более высоким объемом сбережений, они уже готовы и приобрести евро. Опять-таки, да, вот давайте рассуждать. Если мы покупаем доллар или евро, все же упирается в объем покупки. Если у нас с вами миллион евро, это на падение курса, да, будет давать нам реальную прибыль. А если мы приобретаем 100 евро, то вот эта вот курсовая разница, как наш доход, она в принципе неощутима и незначима. Скажите, а как вот касаемо советов от экономистов, которые любят говорить, такие в федеральном уровне люди, министры экономики и так далее. Когда их спрашивают журналисты, в чем хранить, они говорят, деньги надо хранить в той валюте, в какой собираешься тратить. По вопросу говоря, они намекают на то, что нечего покупать доллары. Если вы все равно потом в России, это ты их, да, сейчас понакупил по соточке, сколько-то соточек, потом ты все равно ее будешь менять, чтобы купить там, не знаю, шкаф. Или, не знаю, автомобиль. Экономисты их понять можно, да, они работают от власти, и, конечно же, они не скажут вам приобретать доллары и евро. Это для страны-то, в общем-то, не имеет смысла, это невыгодно, да. Лучше, когда население активно пользуется и вкладывает именно российские рубли. Это, по-моему, даже невзивительно. Но на самом деле их комментарии надо немножко по-другому трактовать. Почему? Они правильно говорят, что если вы собираетесь и как бы сбережения формируете на отдых, а отдых предполагает, что рублями вы там платить не будете и вам нужны доллары, то покупайте доллары. Они речь-то ведут в большей степени о том, что на обмене доходность не сохранить. Вот, да. Вот скажите честно, правда, вот тем, кто люди сейчас сидят и думают, что не купить ли доллары, ну, не какие-то там десятки тысяч, а там, ну, 500, может быть, ну, тысячи, может. Именно с целью, что пусть доллару понадежнее рубля нашего любимого. А потом я эти деньги опять разменяю, когда понадобится что-то купить. Стоит так вот делать? Нет, вот так стоить абсолютно точно не надо, потому что больше потеряют на обмене, на разнице. Тем более, давайте, положа руку на сердце, скажем, что большинство банков как раз на разнице между продажей и покупкой делает хороший доход. Да, да. Когда ты поедешь в отпуск, то вполне может быть та сумма, которую ты готов был на этот отпуск потратить, она не позволит тебе купить столько же, сколько ты купишь сейчас. Но это ситуация, когда ты купил и не предполагаешь менять. Ты предполагаешь просто... Тратить. Ну, это потребление. Да, это потребление. Это уже только другой вопрос. Да, что это твои сбережения на тот отпуск, который у тебя будет, когда тебе эти средства понадобятся. Ну, опять-таки, не факт, что в тот период, когда человек поедет отдыхать и тратитесь деньги, что курс валюты будет более высокий, нежели чем, когда он приобретал. А доллар может и подешеветь. А может и подешеветь. Вы понимаете, был период, когда 80, он скаканул, и все говорили 100, 100, у тебя будет 100. Потом обратно откатился. А потом откатился. Сейчас, правда, тут как-то более не зацепился, сколько сейчас, 73 где-то, 74 рубля за доллар. И, я не знаю даже, мне кажется, как-то, ну, правительство все видит наше, на самом деле, дешевый рубль выгоден, если по чесноку-то. Ну, не совсем. Ну, почему? Не совсем. Не за доллары, на эти вырученные доллары, рублей-то, может, больше будет купить. Вы знаете, мы... И заплатить зарплаты учителям. Мы говорим о том, что валютная выручка тоже формируется у экспортных компаний. И если для нас в этом случае будет продаваться нефть по более дешевой цене или по более высокой, вы знаете, в 2017 году Сургутнефтегаз основную выручку сделал не от продажи нефти, а от волатильности рубля. То есть, свою выручку просто продавал в рубли, потом продавал опять в валюту. Ну, понятно. Играл точно на разнице курсов. Да, играл на разнице курсов. И это для российской экономики, это очень тяжелая ситуация. Это не здорово. Не здорово, потому что мы ощущать изменения реальные, качественные не будем. Ну, хорошо. Если все-таки вернусь к недвижимости, еще один тоже с 90-х вариант сохранения денег, это выложить недвижимость. Помните, это слоган «московская недвижимость» всегда в цене. Был такой рекламный ролик. Ну, мы говорим про Тверскую, ну, хотя кто где хочет. Кто-то может в Сочи купить дом или так далее. Вариант, попросту говоря, купить квартиру как средство сохранения своих денег. Опять, смотря как ты будешь этой квартирой распоряжаться, да, на определенном этапе действительно недвижимость, она имела смысл как объект вложения, потому что росла. Да. Сегодня мы видим, что по влиянию многих факторов, и в том числе определенной политики государства, стоимость жилья, она у нас снижается, да. Ну, либо замерла, как минимум. Да, либо замерла, но не растет. Если мы будем сравнивать какие-то объекты, не знаю, например, цены на автомобили и на квартиры, мы увидим, что однозначно на автомобиле цены растут более бодро и весело, да, нежели чем на недвижимость. Но если мы хотим вложиться в недвижимость, приобрести, допустим, квартиру, это может быть имеет смысл как сохранение своих денег, да, и плюс ко всему потом можно рассматривать как объект именно сдачи, то есть получения пассивного дохода. Конечно, такие инвестиции окупятся, они не окупятся, наверное, да, сто процентов, но хоть какая-то определенная доходность будет. И сегодня, мне кажется, все экономисты говорят о том, что если вы заинтересованы в таком вложении, ну, опять-таки, да, у каждого свои предпочтения, кому-то нравится именно это, да, вкладывать в недвижимость, то лучше приобретать, лучше вкладываться не в большие там квартиры, даже, там, я не говорю о трехкомнатных, даже двухкомнатные не имеет смысла приобретать, а лучше приобретать однокомнатные или студии, то есть дешевое жилье, которое характеризуется, первое, ликвидностью, да, потому что его всегда мы можем продать относительно дороже, чем двушки, трешки и так далее. А с другой стороны, это те объекты недвижимости, которые проще сдать в найм, поскольку они стоят дешевле, да, понятно, что если мы говорим о съеме жилья, это определенная категория населения, которой, в принципе, много места не надо, и они заинтересованы в чем? В том, чтобы минимально минимизировать расходы на жилье. Поэтому здесь мы всегда найдем клиента, здесь, если нам понадобится, мы сможем относительно быстро продать такой объект и тоже относительно получить определенную доходность. Вот мне очень нравится слово относительно, потому что если вы купите новую квартиру, вложите средства, купите новую квартиру даже в Нелидово, то, скорее всего, рассматривать как инвестиционное сбережение, инвестиционное вложение будет затруднительно, да, потому что... Даже в Твери у нас достаточно сейчас активно идет строительство нового жилья, очень активно, и достаточно активно реализуется ипотека. Причем ставки снижаются. И ставки снижаются. Видимо, 6% предлагают. Этот фактор влияет на снижение стоимости недвижимости в целом. Да, и в данном случае вложение даже в Тверь, в недвижимость, это очень под большим вопросом средства сохранения богатства, да, сбережения, которые накопил. Это так же, как купив новую машину, которая только вышла с завода, она тут же теряет в своей стоимости, если ты будешь пытаться ее тут же... Не, ну квартира, конечно, так не теряет. Но все равно, понятно. Все равно, очень часто квартиры теряют. Обратите внимание, сейчас такой очень известный крупный репортаж прошел по поводу того, что до 50% произошло снижение цен на рублевки. И покупок, даже при условии 50% скидок, нет. Там много нюансов, но суть в том, что недвижимость как таковая, она рисковое вложение. Связано с тем, насколько готовы будут вторичное жилье. А это вторичное жилье будет, даже если ты сдаешь в аренду, да, оно эксплуатировалось. Насколько молодежь будет, например, готова, ориентируясь на студию, как на первое жилье, готова купить ее как вторичку, а не пойти в ипотеку, да, купив новое жилье. Но тут тоже определенные нюансы есть, но все равно все-таки шанс более высокий, дешевое жилье, оно будет более выгодно. Потому что правильно Галина Константиновна сказала, что там лакшери недвижимость на рублевке за бешеные деньги, или даже, ну не знаю, там какая-нибудь хорошая трех- или четырехкомнатная квартира в центре Твери с дизайнерским ремонтом, когда там за нее хотят 15-20 миллионов, да, потому что там вот какая-то просто дизайн нереальный, не продать, да, выгодно покупать, да, если я хочу улучшить свои условия жилищные, и у меня там есть свободный там миллионов 10, я вот с ним торгуюсь, правильно, и он мне продаст, ну у него просто вариантов не будет, не за 20 миллионов, а за 10. То есть здесь вот с точки зрения личного употребления, но как вложение, как то, что принесет какой-то там супер доход, нет, мы не можем сказать. Ну хотя бы как средство сохранения, опять-таки. Здесь все равно приходится, хотим мы или нет, рассматривать новые подходы к финансовым инструментам. Вот на самом деле банки, у которых проценты снизились, за кредитом народ не особо бежит, потому что есть риск невозврата, да, ощущение снижения дохода, часть вкладов забрали, банки начинают делать предложения новых финансовых инструментов, тех, которые становятся более выгодны, чем депозиты. Ну, например, инвестиционные, брокерские счета. Это то, что связано с вложением средств, дать возможность банку вложить пакет средств твоих финансовых в определенные компании, ориентируясь на получение дохода от вложения. Там есть риск? Есть. Плюс на инвестиционные абсолютно точно должна компания, куда вкладывают, получить прибыль. Но там есть возможность получить 13% налогового вычета, который государство поддерживает. Почему? Потому что инвестиции, они будут работать в экономике. Заинтересованы в развитии предприятия. То есть получается, что населению просто необходимо поменять свой взгляд на инструменты, которыми он пользуется. Ну, это тяжело, тяжело. Это тяжело. А что можно сказать про такой еще вариант драгметаллы? Золото? Драгметаллы, да, сегодня тоже такой объект неоднозначный. Почему? Ну, это какое-то время назад, мне кажется, даже еще лет 10 назад, тут какой-то был прям всплеск интереса к драгметаллам. И те же преусловутые банки, они занимаются тем, что открывают счета драгметалла и, в принципе, можете приобрести. Там вот так называемые слитки, они, конечно же, не выдаются клиенту, они носят условный характер. И тут, в общем-то, история как с сложениями в ценные бумаги. Тут важно именно смотреть за котировкой того металла, в который ты вложился. И если говорить о возможности получения прибыли, ну, это вот надо прям очень сильно отслеживать. И сегодня, в принципе, такой вот серьезной доходности они не дают. То есть сегодня она невысокая. И из всех металлов, она же не только в золото, можно вложить и в серебро, и в палатину. В палатину и так далее. Да, все-таки золото пользуется большей популярностью. И относительно других металлов, здесь мы больше процентов можем получить. Но российский менталитет, да, взгляд на золото как что-то надежное. На самом деле, ведь все годы, начиная с 91-го, можно было играть на фондовой бирже. Но ведь население не играет. Почему? Да потому что этим надо заниматься профессионально. Этим надо же им даже. Да, а значит, для обычного россиянина это инструмент, который нельзя рассматривать как гарантирующий даже минимальный уровень дохода. И значит, он интересен специалистам, но не интересен потребителю. Вот исходя из этого, драгметаллы, это тоже самое, интерес специалиста, потому что там надо отследить время, когда цена на драгметаллы именно этой категории, в которую у тебя вложение выросло, успеть их, да, снять бонус, обменять их на другой металл, который подешевел. То есть, там надо работать в условиях, когда цена падает, покупать, в условиях, когда цена растет на этот драгметалл, продавать. Но это требует профессиональной поддержки. Это финансовые стратегии, которые занимаются профессионалы вообще. То есть, резюмируя, вот тоже, у нас же просто еще раз, как народ хочет, купил и забыл. То есть, это не вариант свои какие-то небольшие или какие-то сбережения, купить сколько-то условных следов золота и забыл. Это вариант или нет? Нет. Сбережения, я говорю, даже не заработка. Это потерять можно. Да, можно потерять. Здесь можно потерять, да. Да, и сбережения ты не вернешь даже то, что ты первоначально вложил. Да, что можно. Отлично, например, от банковского депозита, да? Да, да. Ну, соответственно, вот у нас, наверное, люди слушают тоже вопрос, что делать тогда? Какие варианты? Пытаться переходить все-таки. Доллары покупать смысла нет, золота тоже нет, недвижимость не всегда в цене. Что делать народу? Нет, если собираемся в отпуск... Это все понятно, Галина Константиновна, я не про отпуск, сейчас тем более такая ситуация в стране, что многим не до отпусков. Вот, и я говорю, сидит у нас, вот слушает какая-нибудь Матрена Порфирьевна и думает, вот у меня есть там, не знаю, на книжке, как они говорят с пор, 100 тысяч условно. Ну, небольшой. Что делать? Ну, вот со 100 тысячами очень тяжело. Почему? Потому что в этом случае проще не дергаться. Вот. Чтобы не потерять ничего, да? То есть гарантированно получить хоть маленький, но процент, но при этом исключить риск потери всей суммы. Хоть инфляцию, но это можно компенсировать. Ну, это можно компенсировать, да. Тем более у Матрены Порфирьевны, скорее всего, есть карта Мир пенсионная, на которую 3%, даже если она не своевременно пенсию снимает, и они вот немножко на карте лежат, ей банк абсолютно точно посчитает. То есть с пенсионерами вообще не играем, да, такой вариант. И, кроме того, они чаще всего берут депозит, на котором по длительному сроку использования более высокий процент, то есть они не работают в системе, ну, какого-нибудь онлайн-управляем. Ну, это да, 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 да. Они положили на длительный период. Вот он превышает точно длительный период сохранения, он сейчас официальную инфляцию превышает. Например, даже у Сбербанка 4,6, если я не ошибаюсь, 4,8. То есть, опять-таки, подводя резюме, от какой суммы плясать, ну, точнее, ниже какой суммы, ну, не стоит дергаться? До 500, если у человека накопление, не знаю, до миллиона. Я считаю, что стоит дернуться и попробовать получить 13%, а это, извините, 13%, это уже не 3, не 4, на инвестиционный счет того же Сбербанка, который открывается от 400 тысяч. То есть, если у тебя есть 400 тысяч, то можешь попробовать получить 13% от государства, ты абсолютно точно их получишь, как налоговый вычет. То есть, у тебя уже на сумму будет 13% дохода. Плюс, это рисковые вещи, но ты получишь еще и процент от компании, куда Сбербанк вложил этот пул средств, который ты ему доверил. А если ниже, то, ну, там, 100 тысяч, 200 тысяч. А если ниже, то, значит, я считаю, что здесь надо, наверное, немножко нестандартно помыслить, хотя это очень стандартно во всем цивилизованном мире. Если денег меньше, то нельзя забывать о таком виде инвестиций, как инвестиции в человеческий капитал, а именно в себя. Поэтому, если у вас, дорогие граждане, меньше, чем 400 тысяч, и вы не знаете, что сделать, вложите в себя в ваше здоровье, в ваше образование, приобретите какие-то новые компетенции, которые позволят вам стать более конкурентоспособными на рынке труда. И тогда вам не придется ждать процентов от банка в виде прибыли, а вы сможете сами пойти и заработать еще больший объем денежных средств. А мы сейчас заработаем тоже некий объем для нашего телеканала, выпустив рекламу. Три минуты, не переключайтесь. Итак, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, куда пойти человеку с деньгами, как их сберечь хотя бы, а может даже на этом заработать. Мы пришли пока к выводу, что покупать просто доллары, хранить матрасы смысла нет. В банке держать тоже сейчас особо нет смысла, потому что по вкладу мне большие проценты. Золото покупать не стоит, квартира тоже хорошенько подумать. Дорогие дамы, поэтому куда лучше всего вложить людям свои сбережения? Ну, наверное, все равно надо искать инвестиционные фонды, инвестиционные компании, которые возьмут на себя роль посредника между вашими деньгами, вашими вложениями и вложениями их в реальные компании. Например, известная компания интернет-торговли создал «Озонинвест», и тем поставщикам товара, который поставляет продукцию под реализацию на «Озон», выдает займы через средства населения. Там вообще минимальный размер вклада, когда формируется пол, 10 тысяч. А процент, по которому выдают деньги, он достаточно большой, он больше 10%. И вот в такие вложения, конечно, имеет смысл вкладывать. Но, еще раз подчеркну, они все, доход на них – это плата за риск. То есть, все равно есть риск. И никуда от этого не уйти. То есть, можно вложить и все-таки рискнуть своими сбережениями. То есть, не всегда ты получишь тот доход, на который ты сделал вложение. Оксана, а если самому человеку скажет, да я сам пойду и куплю акции, не важно, там, Кока-Кола, я не знаю, там, Газпром, то же самое и так далее и тому подобное. Сам он этого сделать никак не может, потому что у нас есть финансовый рынок с определенными законами и правилами. Поэтому, да, мы можем обратить внимание на какие-то ценные бумаги и вложиться в них. Но, здесь мы должны обратиться к специализированной организации, которая будет от нашего имени и за наш счет осуществлять вложение капитала в те или иные ценные бумаги, формировать финансовую стратегию, которую мы можем согласовывать, мы можем что-то там изменять. Это все возможно, но это, на самом деле, не напрямую. Это через посредников. Но это вариант. Да, мне кажется, сегодня, вот Галина Константиновна сказала о том, что у нас невысокая, на самом деле, финансовая грамота среди населения, уж тем более среди региона. Наверное, его надо действительно повышать. И давать какой-то такой универсальный совет и рецепт мы не можем, потому что, в первую очередь, правильно, нужно определиться с чем? С тем, на какой риск мы готовы пойти. Вот эта сумма, да, превословатая там 100-200 тысяч. Мы готовы потерять, если что? Да, мы готовы с ними расстаться. Но, если у нас такая готовность есть, рассматривая те же какие-нибудь там боевые фонды, мы в оборотной стороне можем получить и серьезную доходность. Да, если мы понимаем, что эти 200 тысяч нам могут понадобиться в любой момент, тогда здесь, конечно же, мы будем говорить о том, несите деньги в банк и худо-бедно, как-то вам их там сохранят, какой-то процент инфляции вам там покроется. Поэтому, с одной стороны, все от склонности к риску отталкиваться надо, да, все в это упирается, а с другой стороны, нужно все-таки повышать нашу финансовую гранатность и рассматривать иные инструменты. Те же драгметаллы, почему бы и нет, да, просто в это нужно во все углубиться. Здесь нужно получить дополнительные знания, которые позволят привести к достаточно позитивному результату, к прибыли. А потом была же ситуация с МММ, да? Да, вот оно, степень риска, да. Кто-то выиграл. Ну, в длинух, и просто народ отчаянный был, сейчас все-таки более поспокойнее все. Ну, что ж, была программа «Тема дня», мы обсуждали, куда вложить стоит гражданам свои деньги, вот, как говорят экономисты, в первую очередь, повышайте вашу именно грамотность. Просто так ничего не бывает, так что следите, интересуйтесь все-таки, ну, не знаю даже, иначе по-другому не бывает. Если вы хотите что-то приумножить, что-то сохранить, так что да прибудут с вами ваши деньги, а может даже и приумножить. Спасибо большое, дорогие дамы, до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания.